Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Иван. Я вас приветствую на канале Процветок. Одной из серьезных проблем весны 2020 года стало повреждение косточковых растений и абрикоса, и персика, и вишни, черешни и многих других таким заболеванием, которое называется камеди течения. Многие считают, что истечение камеди, такой смолы из повреждений трещин деревьев, основной причиной являются морозобоины. Когда ствол разогревается очень сильно, он не побеленный, корневая система не работает, образуются трещины, и в этих трещинах начинается истекание камеди. Однако, это является совершенно не главной причиной. Главной причиной камеди течения является дисбаланс работы корневой системы и надземной части растений. Именно в 2020 году, когда мы в течение целого месяца, а может и больше, наблюдали такую картину, что днем светит солнце, почва уже согрелась достаточно для плодовых растений, и она оттаяла, корни начали нагнетать почвенный раствор, сок вот сюда, чтобы здесь уже началось развитие почек, листьев, цветков, всего остального. Ночью приходит мороз, растения не развиваются нормально, задерживают свое растение, корень давит, давит, давит вверх сок, а соку идти некуда, потому что сок куда идет? Он идет в листья, листья влагу испаряют, корень подтягивает, листья испаряют. Таким образом происходит вот этот вот круговорот этой воды, а испарять они не могут. Из-за этого давление вот этого корневого раствора рвет кору, образуются трещины, и тогда происходит истечение камеди. Ну, конечно, камень от течения может возникать в результате, скажем, высокого уровня поражения деревьев болезнями, когда вегетативной массы не хватает. Та же самая история может случаться тогда, когда вы слишком сильно обрезали косточковые растения и внесли дисбаланс между количеством корней и количеством ветвей. Тогда тоже камень будет истекать. Нет испарения с поверхности листьев. И вот в этом году это является проблемой. Конечно же, вот эти все трещины являются воротами для инфекции. Инфекция туда будет активно проникать. И то, что вы должны сделать, это, безусловно, применить различные методы защиты растений от инфекции. Лучше всего, конечно, особенно во время цветения, завязывания плодов, применять мягкие методы защиты с помощью биологических препаратов. Это могут быть препараты сенной палочки. Они очень эффективны. Можете брать любые для профилактики и обрабатывать свои косточковые растения. Но также важным-важным-важным приемом является стимуляция роста надземной части, усиление устойчивости вот этой надземной части плодовых растений, в первую очередь косточковых, к неблагоприятным условиям, к холодам, и стимуляция развития вегетативной массы. Конечно, здесь не обойтись без фитостимуляторов, без стимулирующих препаратов. Вообще на рынке препаратов для защиты растений, для удобрения препаратов по стимуляции роста растений очень много. Это могут быть и дрожжи, это может быть там какой-нибудь производные хвойных растений, там NV101, там еще что-то. Их очень-очень много, каждый там рекламирует и агитирует за свое. Я же считаю, что мы стимулировать растения должны физиологично, с помощью тех натуральных, природных гормонов, которыми обеспечивается рост и самих растений. В этом случае мы точно не нарушим никакие процессы. Но есть один нюанс. Если мы используем химически синтезированные гормоны, то в этом случае высоки риски передозировать эти гормоны и нанести большой вред своим растениям. Поэтому я очень сильно агитирую за гормоны натурального происхождения, именно бактериального происхождения. Ведь бактерии и растения сосуществуют много-много-много лет друг с другом. Это же не 10, да, тысяч, сотни тысяч, там чуть не миллионы лет. И они приспособились к жизни друг с другом, к гармоничному существованию. Есть два прекрасных биологических препарата, это бактериальных, живыми бактериями, которые можно поддерживать дома в том числе. Это в первую очередь стимул, это ауксиновый препарат. И гулливер, это гиберелиновый препарат. Вот совмещение двух этих препаратов или хотя бы использование одного или другого в момент, когда вот здесь образуются уже такие почти распустившиеся листики, вот такая обработка, приведет к тому, что рост вегетативной массы косточковых деревьев активизируется, и растение придет в нормальный баланс, приведет в соответствие работу корневой системы и надземной части. Обработка такими препаратами может вестись даже во время цветения. Более того, я очень усиленно рекомендую использование препарата гулливер во время цветения плодовых растений, в том числе садовые земляники. Он значительно повышает образование завязи, предотвращает опадение слишком большого количества завязи. Вы можете обработать этими препаратами тогда, когда почечки уже распустились, вот именно листовые почечки, и здесь уже показались маленькие, но все-таки уже листики. Вам необходимо сделать такую обработку в этот период, даже по цветкам цветущим, пчелам препараты никакого вреда не несут. И еще раз проделать такую обработку, когда листики еще не достигли своего полного развития, но уже появился черешочек, которым прикрепляется листик к ветке. Вот две такие обработки значительно снизят вред вот от этого камня детечения и сформируют гармоничную крону, гармонизируют ее с развитием корневой системы. Совет очень простой, очень легко реализуемый, препараты доступны, их можно воспроизводить в домашних условиях, у нас есть много роликов информации на канале на эту тему, но просто воспользуйтесь этим советом для того, чтобы получить хороший, прекрасный урожай вишни, черешни, абрикоса, персика и многих других косточковых растений, ну и в том числе земляники. Кроме того, надо помнить, что препараты и стимул, и гулливер в первую очередь обладают еще и защитной функцией, защищают растения от многих грибковых и некоторых бактериальных инфекций. Таким образом, вы одновременно убиваете, так сказать, несколько зайцев сразу. И это очень хороший способ для садоводов. Что ж, надеюсь, наши советы помогают вам получать хорошие, богатые урожаи. Оставайтесь с нами, ждем вас всегда на канале Процветок. До новых встреч!